Провел заседание глава курорта секретарь Анапского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Сергеев. Началась встреча с поздравлений. Благодарность Краснодарского регионального полицовета партии за активную жизненную позицию и организацию различных мероприятий краевого и городского уровней вручили Николаю Иванюшкину. Наталью Рощину, преподавателя Анапского сельскохозяйственного техникума, поздравили с бронзой в педагогическом конкурсе. Еще один вопрос в повестке дня – прием в партию новичков. Таких было 13 человек. Будущим партийцам члены Полицовета «Единой России» задавали вопросы о сфере деятельности, участии в общественной жизни города, жизненных планах. Приняли всех единогласно и перешли к докладам. О ходе реализации местного партийного проекта «Анапа. Город воинской славы. Историческая память» рассказал координатор проекта, депутат ЗСК Николай Иванюшкин. Ведется работа по сбору издательства исторических материалов, летописей истории города. Сегодня на передний план работы с населением выдвигается задача патриотического воспитания. Будущее следует формировать сегодня, закладывая его основы в умы и сердца детей и молодежи в первую очередь. В работе с молодежью патриотическое воспитание подрастающего поколения в приоритете. С каждым годом количество мероприятий и участников акций увеличивается. На курорте успешно внедряют новые формы обучения в школах и детских садах. А на общан с детства учат чтить память предков. У нас открыты общественные объединения эскадра, содружества, клуб поиск, патриот. Очень много новых форм внедряется у нас и так же не только в школах, но и в детских садах. Особое внимание уделяется увековечению памяти героев, те, которые учились в образовательных учреждениях. Патриотическое воспитание подростков и студентов – одно из главных направлений в работе управления по делам молодежи. Проводится работа по привлечению молодых людей в клубные объединения, где воспитанники занимаются военно-прикладными видами спорта, пешеходным туризмом, изучают основы безопасности жизнедеятельности. О том, что мы стоим на пороге празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне и уже сегодня необходим четкий план мероприятий, собравшимся напомнил глава курорта. Праздник не должен начаться и закончиться 9 мая. У нас очень много добрых традиций. Плюс к этому мы должны сегодня подобрать малоизвестные факты окончания Великой Отечественной войны. На курорте 257 ветеранов – участников Великой Отечественной войны. И каждому нужно уделить внимание. Свидетели и участники боевых действий, как никто другой, могут рассказать молодежи правду о той войне, не придуманную, а реальную историю. И такие лекции и встречи с ветеранами должны проходить в анапских школах с 1 сентября. Самое главное сегодня – это то, что мы готовимся к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Работа ведется активно и в сравнении с другими муниципальными образованиями работа идет гораздо лучше. Подготовка исторических памятников к знаменательной дате, благоустройству и мест захоронения воинов. В подготовке к празднованию юбилейной даты должно быть учтено все. Все решения Полицовета отражены в протоколе заседания.